С того момента, как ЧВК Вагнер начал передислокацию в Беларусь, начались провокации в сторону Польши и Балтийских стран. О возможном нападении пригожинских боевиков на страну НАТО начал напрямую говорить самопоразглашенный президент Беларуси. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад? Куда же? Ну, и в тихую мы же контролим, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. Польша начала переброску пехотных подразделений и бронетехники к границе с Беларусью. Сейчас же польская власть заявляет, что ситуация еще больше накалилась. И Вагнер от слов переходит к делу. Почти два года мы имеем дело с постоянным нападением на польскую границу. Только в этом году было 16 тысяч попыток незаконного пересечения. Теперь ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более ста наемников из группы Вагнера, дислоцированных в Беларуси, двинулись в сторону Сувалгского перешейка. Речь идет о так называемом Сувалгском перешейке. Коридоре длиной в 100 километров между Калининградской областью РФ и Беларусью. Если эту территорию займут вагнеровцы, то Латвия, Литва и Эстония будут фактически отрезаны от других стран НАТО. Но на данный момент сил для обрезания балтийских стран Европы на территории Беларуси недостаточно, уверяют эксперты. Чувака Вагнер, на мой взгляд, в том составе и в той комплектации, которая у них есть, не имеет абсолютно никаких шансов по захвату Сувалгского коридора. На сегодняшний день чуть больше 5000 личного состава. В основном пехотная комплектация – это отсутствие тяжелой бронетехники, средней, легкобронированной техники. Там есть буквально несколько единиц ББМ и не более того. Даже когда лагерь вагнеровцев в районе села Цель будет заполнен полностью, а его полный функционал этого лагеря может быть 8000 личного состава, даже немного больше, даже после этого они не будут представлять собой серьезную какую-то угрозу для Польши. Про возможность диверсии даже заявляют на федеральных российских каналах. Это элита сил специальных операций, имеющая уникальный опыт современной войны. И вот меня, откровенно говоря, несколько, даже так скажу, смешит реакция польской верхушки, которая сначала истерично перебрасывает на белорусско-польскую границу какие-то дополнительные подразделения. Я не исключаю, что вот партизаны, люди доброй воли, они могут устроиться в этом жешуве поганом, значит, в аэродроме. Потому что город-то хороший, значит, ту самую знаменитую Бавовну, которую так любят. Вполне реалистична угроза диверсионно-террористической деятельности, проникновение на территорию Польши небольших диверсионных групп, которые будут приграничную полосу минировать, пути патрулей польских минировать, размещать фугасы, мины, ловушки, растяжки и так далее. Поэтому подобное давление на саму Польшу, создание вот таких вот угроз с территории Белоруссии. То есть это вполне классическая террористическая деятельность России, которой она занимается уже давно. Власти Литвы и Польши заявили, что столкнулись с повышенной угрозой из-за ЧВК Вагнера. И уже всерьез рассматривают вариант с полным закрытием границы с соседней Белоруссией. Если на границах Польши, Латвии или Литвы произойдут серьезные инциденты с участием ЧВК Вагнера, то мы приведем к полной изоляции Белоруссии. Из-за этих провокаций ЧВК Белоруссия может оказаться в полной изоляции. И похоже, что Лукашенко этого не боится. В 2017 и 2021 годах российская и белорусские армии проводили вблизи Сувалгского коридора совместные учения. И тогда ситуация была максимально накалена. Но сейчас знатно потрепанный в Украине Вагнер вряд ли на что-либо способен, кроме небольших диверсий, которым и в Литве, и в Польше уже готовы.